Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Начну с футбола. Амкар отправился в Томск, где ему предстоит сыграть с местной Томью в рамках 25-го тура чемпионата страны. Это будет первая игра красно-черных под руководством Константина Парамонова, которая назначена исполняющим обязанности главного тренера. Прежний наставник Станислав Черчесов, как известно, перешел в московское «Динамо». С белоголубыми он подписал контракт на два года. На прощальной пресс-конференции Черчесов заявил, что команду своему преемнику оставляет в хорошем состоянии. Остается команда, которая готова на результат определенный достигать. Команда правильно структурирована, правильная иерархия, что ли, в команде. Поэтому думаю, что в этом плане можно со спокойной душой попрощаться. Я это сделал с футболистами. Дебютировать Парамонову предстоит в не самой простой игре. Томь ведет борьбу за выживание. Сейчас «Сибиряки» занимает 14-е место. Всего два очка их отделяют от зоны вылета. С такими соперниками, особенно под конец турнирной дистанции, всегда опасно играть. Между тем, Амкар сохраняет шансы попасть в Лигу Европы. И это, несомненно, должно являться хорошим стимулом для наших футболистов. Кто больше желает победить, выяснится в субботу. Игра начнется в 14 часов по пермскому времени. А сегодня играет Молот Прикамья. На своем льду наша команда встречается с Тюменским Рубином. Это пятый матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ. Пока «Пермики» уступает серии до четырех побед 1-3. Чем завершится сегодняшнее хоккейное сражение, вы сможете узнать из ночного выпуска новостей. Семь золотых медалей добыли прикамские спортсмены на этапе Кубка мира по плаванию в ластах. На соревнованиях, которые прошли в Таиланде, отличились Анна Ведерникова и Олег Попов. Ведерникова выиграла заплывы на двух различных дистанциях. А Попов стал обладателем сразу пяти наград высшей пробы. Все бассейны открыты, очень жарко и душно. Либо шел проливной дождь, когда мы выступали на соревнованиях. Этим еще осложнялось выступление. И плюс все пять дистанций были проведены в один день. Добавлю, что почивать на лаврах не придется. Сейчас начинается подготовка к предстоящему первенству России. Она пройдет в Санкт-Петербурге в начале мая. Эти соревнования будут отборочными при формировании сборной страны. Ей предстоит выступить на первенстве мира в Греции, которое пройдет в конце июня-начале июля. И в завершение выпуска об игре, которая носит название «Ботча». В Тульской области прошли соревнования по этому виду спорта. У них приняло участие 87 спортсменов-инвалидов-колясочников из 20 регионов России. Пермяк Александр Легастаев в очередной раз продемонстрировал высокий уровень мастерства и стал чемпионом страны. В парном разряде с Сергеем Цаплиным они заняли второе место. По итогам турнира Александр вошел в сборную России для подготовки к международным соревнованиям 2014 года. На этом у меня все. До встречи в следующем выпуске новостей.